Расщибает шаблон, когда ты его увидишь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В таком же государстве у нас есть направление как государственное частное партнерство. И нам надо всегда помнить русский язык, например, русские люди. Когда вы открываете паспорт, например, свой, и смотрите, у вас паспорт на диск, например, «Басабина» или «Басабина» или «Басабина» И мы не обращаем внимания, что правильно написать. Правильно должно быть написано с большой буквы по описанию. Понимаете? По правилам русского языка все фамилии и имя общества пишутся с большой буквы по описанию. И документы, которые отвергали, оформлены с ошибками, являются ничтожными, как те, чем у них паспорты. Потому что государственное частное партнерство есть причинно-следственная связь. Сначала государство, а потом частное. И это все в партнерстве. А есть другое направление, как частное государственное партнерство. Вот русский язык вот вводит сюда, здесь вводит существенный коллектив, коллектив, всеми немец, по сути. То есть здесь частник первого, второе государство. Причинно-следственная связь другая. Как например англо-русский словарь и русско-английский словарь. Оно по большому счету в двух языках и одно как причинно-следственная связь другая. И русский, не зная английского, он умеет англо-русский язык в двух словарь. Ему надо труднее разобраться во всем. Так вот, когда строят мост, например, в Крым, это государственный частный партнерство. Это когда государство сказало, вот надо мост построить между материками. А вот поставил задачу и частник и ищет частников, которые способны это сделать. И частник выполняет эту работу, это задание в придуманных, в рамках придуманных правил государства. А наша ситуация абсолютно противоположная, это когда частник вовлекает государство в процесс и тем самым управляет, издаёт свои правила. Вот чиновники, которые сейчас сидят в министерствах и ведомствах, они перераспределяют существующий порядок, существующий имущественный фонд. А у нас решение лежит через создание нового, через изобретение. То есть того, чего еще вчера не было, сегодня оно появилось, и мы его можем самостоятельно распределить, кому что надо, кому как нравится. Понимаете? Без чиномика. То есть это создание своих правил. И мы с вами вот сейчас, я вам сказал тезисно, что есть право собственности и исключительное право в два разных раздела права. Что кроме рыночной экономики существует еще иная модель экономики, назовем ее плановая экономика. Что плановая? Потому что эта монополия, она дает время планировать. У нас есть время на определенный срок в жизни, например 20 лет. И эти 20 лет нам дают возможность планировать соблюдение. Поэтому мы планы над этим. Вот. И мы можем применять свои правила через что-то новое, в частности через изобретение. И я вам предлагаю смоделировать какой-то новый продукт. Все понимают, о чем мы делаем. Или у вас есть какие-то вопросы, мы можем сделать паузу. Кто-нибудь спросит, что непонятно, наводящий пример какой-то. Пока непонятно, что непонятно, если будут вопросы. Хорошо. Но мне лично непонятно, что мне непонятно. То есть, я уверен, что есть какие-то темы, которые здесь нечего не ясны. Но что это конкретно, пока не знаю. Оно нам просто в общем пустое задать. Просто вот у меня знакомые есть изобретатели. Они вообще не могут принадлежить свои изобретения. И они еще платят за это, чтобы они хранились как-то там. Что вы? Мы об этом сейчас говорим. Ваши знакомые, благодарю вас, что вы срабатывали. Ваши знакомые, когда сделали изобретение и запатентовали, получили патент и оформили патент только на себя. И получается, что этот объект изобретений нужен только вашему знакомому. Потому что ты. Ну а как и лучше. А иначе не придумали. Мы придумали иначе, а что я вам сейчас хочу и как раз повествую. Что у них за патенты? Какие изобретения? Там разные. В основном технические изобретения. Допустим, есть покрытие, даже связано с НТС. Вот, допустим, там есть такое. Это вот про вас. Ага. Вот смотрите. Есть автор устройства, который усилил сигнал на территории, на определение сотового сигнала. Он зарегистрировал это устройство на себя. И никому кроме него, так как это его изобретение, этому не надо. Мы предлагаем поступить следующим образом. Мы предлагаем поделиться правом на это изобретение еще с рядом участников и тем самым сформировать внутри обладание этого патента уже производственный цикл. То есть, если бы ваш автор включил в патент НТС... Ну а какой процент-то, я не гарантирован, он не боится включать, потому что он думает, что вообще не будет что-нибудь с НТС? Ну, понятно. Мы поэтому и пришли к такому решению, чтобы не делить шкуры неубитого медведя, поэтому никаких договоров не заключать мы за собой, а просто... вписывается человек в патент, когда он еще не получен до включения. Получается, что они в равных долях. В равных долях. Вот. То есть никаких бумаг не надо, договоров не надо. И когда нет договоров по закону, они в равных долях. Так вот, мы составляем такой состав заявителей, делаем из десяти участников, где на это устройство включаем завод. Вот, например, вот он производитель, у него есть завод. Вот. Он может... У него уже есть производственные линии. Мы ввели его в этот патент на это устройство. А вот у нее целая сеть магазинов радиоэлектроники. Вот. Не только по Крыму, но и по всей России. Она может реализовывать эти устройства. Мы ее тоже включили в этот патент. Вот. Человек, он... Вот. Он просто сосед. Просто сосед. Понимаете? Вот просто чудесный парень. Молодой. Мы его тоже туда включили поощрительно. Может, он ребенка спасет. Может, спасет. А вот у нас есть коучер. 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 Коучинг. Он... Он очень хорошо образовывает у него, получается. Да. Вот. Он может завести... Сделать какую-то презентацию этого устройства. Где-нибудь. Рассказать. Может? Может. Включили его. Включили. Полезные? Полезные. У нас есть представитель государства, например. Вот. Это директор детского дома. Угу. Детского дома. Государство детского дома. Которое полунище. Там... Он... Он... Честный... Честный директор. До него деньги не доходят оттуда. А дети... У него каждый день. Вот. А помните ведомственные детские сады, ведомственные партийники в Советском Союзе? Помните? Ведомственные детские сады, ведомственные клиники. Помните какую? Угу. Или не помните? Да, да. Пионер лагеря. Мы тоже включили... Администерство обороны. В это... В это устройство. Я ездил. Шуканые. И вас включили. Как... Родственницу. Или соседку, например. Или... Ну... Вот. И у нас что получилось? У нас получился от производителя до продавца социальной ответственности союз. А вот это вот... Человек... Он иностранец. Вообще. Иностранец. Откуда он? Из Китая? Из Китая. Это китайцы. Это китаец, который... Который, по сути, может производить пачками такие устройства. Но у нас есть производитель. Но у него маленькая линия. Вот. Он может сделать маленькую серию этого устройства. Опытную серию этого устройства. А большими масштабами может встречаться китаец. Вот. И мы тоже ему отдаем без договора. Включаем его в это изобретение. И у нас получается сколько... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... Там... До десяти человек. Участников. И... И вот... Он юридическое лицо. Заводик-производственный. Это тоже юридическое лицо. Китаец... Он физическое может быть рождением Китая. Тоже... Тоже физическое лицо. Сосед. Тоже физическое лицо. Государственное учреждение. Юридическое лицо. И у нас получается... То есть мы создали... У нас есть автор, который создал это устройство. Вот. И мы регистрируем это устройство на всех нас. Без документов. И каждому равное будет. И у нас... От... Нет. Это зависит от... Почему равное. Я расскажу свои правила. Свои правила. Вот. Это все можно моделировать. Да. А я модератор. Вот. Я их придумываю эти правила. И... Мы не заключаем никакие договора. А если договоров нету, значит получается равное. Каждому равная часть. Равная часть. А так как у нас нету еще устройства самого. У нас только идеи. Да. С патентом. Устройства нету. Поэтому мы не делим шкуру не убитого медведя. Мудро. 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 А... И... А можно и договора заключить. Вот у нас сейчас по опреснителю заключается договора. Так я вот смотрю со стороны там еще народ. Чуделить не начали. Но разговаривать думают, что может быть. Я тем не менее с того, что у меня тоже один занимается опреснением. Там, когда уходила украина, там залили все вот это укоростное условие. Это очень эффективно. Он занимается, чтобы эту воду помутать. Какое-то изобретение такое. У него есть, как эту соль вернуть в нормальное состояние. То, что это загонит сок с патентом. У нас такая очень ценная соль. Давайте пообщаемся над темой. Интересно. Да, да. И получается, что вот мы создали... Мы, по сути, создали новый хозяйственный субъект. Да? Вот. А... Мы с... Это китайцы. Да. Вот. Мы создали новый субъект хозяйственный. Нам надо не юридический лист открывать. У нас патент. Мы все в патенте. В итоге будем писать. То есть, патент на вот это устройство, которое увеличивает сигнал сотовой связи на материке. Да? Вот. Почему? Вот. А мы все становимся владельцем этим устройством без всякого юридического лица. Да. Кто-то будет управлять этим? Если кто-то будет управлять, то мы можем здесь выбрать управляющего и передать ему, диридировать какие-то, ну, какие-то, да, полнаучи. Вот. И он может поставить на какую-то модель. А можем сделать так, что никто из нас этим заниматься не хочет. Вот. Не будет заниматься. И тогда мы можем сами все сжаться в десять процентов. В десяти. Вот. По одному проценту у нас есть чай. И отдать это все большой компании, которая уже находится на этой рынке. Понимаете? Вот. Которая уже там собирает электронику и продает ее. Вот. И вывести этот продукт, усилитель этого сортого сигнала не составит сюда, потому что идем уже. Ну, все стоя со всмоловой, все так же размножается. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. 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 Ну, все сильно отрекли этот процесс? Да. Мы очень хорошо. У нас зашли. У нас, получается, не создали новый продукт? Нет. У нас что-то не выходит с чиновниками. Ну, кто-то нам что-то мешает. Да, два с ним. Кто? Нет. Он не владелец детского сада. Он выгодоприобретатель в том случае, если это устройство будет продаваться. Если оно будет продаваться, он будет получать роялти. Вот. И тем самым повышать качество жизни детей. Вот. Но если у нас есть какой-то чиновник, который противодействует внедрению этого изобретения, мы всегда можем обратиться куда? К китайцу. Сказать, китаец, вы являетесь совладельцем нашей технологии на территории Российской Федерации. Вот. И он просто официально обратится через целое средство к Российской Федерации. Понимаете? С какой целью обратиться? Спросите, почему вы нарушаете его права? А, я не знаю. Конечно. Вовлекая иностранцев в наш Союз, мы приобретаем инструмент давление. Инструмент давления для того человека, который здесь нам мешает, из чиновника. В официальной позиции. То есть он, как иностранное лицо, может обратиться к Российской Федерации через консульство с претензией к чиновнику. Его сразу уберут. Вот. А мы, если китаец взял, напечатался, нас всех кинул. Напечатал там устройств, и у него все хорошо там. Как вы его выбрали? Китаец, мы тебе дарим промышленный... Мы вовлекаем тебя сюда. Подарим. Дарим тебе. Дарим тебе. Не только долю, но и промышленный секрет. Который, конечно же, ты можешь производить в Китае и распространять на весь белый свет. Но территория Российской Федерации под законом. Под законом. То есть ты не можешь сюда ввозить. Китайцы не могут сюда ввозить. Если они будут ввозить, они будут ввозить. Ну, китайцы рад. Контрабанды. Контрабанды или контрафакты. Сейчас намечу. Вот. Понимаете? Вот. И... В Америку... Лично тебе... Тебе лично выгодно, чтобы это все продавалось официально на территории России? Те, как китайцы, которые здесь вдоль находятся? Не вижу смысла, что китайцы выгодно. Я его кинулите, конечно. Возвращение, что мы прерываем вас. Можно вкратце огласить все вопросы, которые мы сейчас обсуждаем? Чтобы мы тоже въехали побыстрее. Новый продукт. Исключительное право на новый продукт и... Патент, да? Да. Будем. Внедряем новый продукт в хозяйственное оборудование. Экскурс в эту тему, да? Да. Это такая... В новой форме. Нулевая игра. Нулевая игра. Да. И вы как раз вот можете выбрать роль в себе. А какие еще роли есть? Мы выбираем. Давайте дальше уже есть. Еще раз. Еще раз? Угу. Как раз порядка будет все. Выбирайте... Выбирайте... Устройство, причем, или изделие. Новое техническое решение. Вы пришли, выбирайте новое техническое решение. Какое-то... Какое-то средство производства. Новое средство производства или новое изделие. Новый продукт. Выберите новый продукт. И мы сейчас его смоделируем. Любой. Любой. Новый продукт. Новый продукт. А это в смысле вообще придумать или не связываясь? Новый продукт. Машина времени. Машина времени. Нет, нет, нет. Пакентноспособное решение. Новый продукт. Камера омоложения. Камера омоложения. Типа зеркала Позырева. Да? Ты вижна? Ну, нет. Ну, например. Я первый раз слышу вообще. Саркофакт. Запиши. Охлаждение на себе, девочки. Производится на себе охлаждение. На кожу на твоей плитке намедляется. Хорошо. Отзывается в состоянии. Криогенная камера. Криогенная камера. Криогенная камера. С какими-то особенностями. Является новым техническим решением. Что представляет собой на рынке новый продукт. Вот. Его надо производить. И у него есть у этого решение. Есть владельцы, монополисты. Правообладатели этого решения. Это решение выдается и подтверждается при регистрации на какое-то определенное время. 20 лет. 20 лет у вас есть считанное право на креогенную камеру эксплуатировать ее и продавать третьим лицам. То есть у вас нет никаких конкурентов. У вас есть самостоятельное ценообразование. Вы монополист. Вы автор. И наша задача – внедрить ваше изобретение. Не традиционным образом. Вы автор и вы патентуете патент на себя, и он у вас лежит на полке, и вы уже распределяете его. А на уровне регистрации, на фазе регистрации изобретения Федеральной промышленной собственности наша задача – создать производственный цикл вашего изобретения на уровне всего владельцев патента. То есть мы ваш пакет распределяем. У нас есть производственный, который может сделать опытный образец вашего устройства. У нас есть ритейлер, который имеет сеть магазинов, где-то будет продаваться. У нас есть китаец, который может сделать в больших количествах. У нас есть представитель СМИ, например, какой-то журнал, который может писать, создать информационное пространство. У нас есть сосед, просто хороший парень, который мы просто включаем туда, из-за того, что он просто среда, он наш сосед. Твой друг в детстве. Ну понятно, дальше говорю, просто чувак, который продавится. Ну да. У нас есть супруга, тоже надо продаваться. Дети-семи. Которые надо обеспечить, как бы, ну, потомство. У нас есть директор детского дома, но вы еще и не видите, да? Вот такая социальная ответственность. И у нас есть роль поднимытия. Кого бы вы еще включили сюда? Минжер. Нет, а с госструктурами официального характера. Я-то детский сад, ладно, а вот с... Это администрация. Я не знаю, с налоговыми спецами, с правительством российских студентов. Лечебный санаторий будет. Это санаторий. Это санаторий. Санаторий? Где можно ставить все эти установки? А, это ваша панель? Заказчик. Да. По сути, заказчик. Государственный заказчик. Государственный. Вот это вот... Это директор детского дома государственного. А это государственный дом. Детский дом не нужно? Санаторий. Не, не нужно. Но, если будет колесный оборот этого устройства, то вот в колесный оборот заложится какая-то доля отчислений, которое для него будет вне бюджетным источником, финансированием его детского дома, которое повысит качество жизни детей. А для тебя это будет как социальная ответственность. Социальная ответственность. То есть у тебя есть самостоятельное инцидентное образование, ты монополист, и так, у тебя не конкуренция, ничего. У тебя будет заказ для санаторий государственный. То есть он знает, сколько его уже надо производить. Если даже они не будут заказывать, или как бы свои нужды все покроют, у нас есть ритейлер, да, который может продавать по всей стране. У нас есть китайцы, у нас есть китайцы, которые будут сколько-то, да, сколько лет. У нас есть СМИ. СМИ, да, которые формируют информационное пространство. Вот мы внедрели. Предзаказчики. Мы создали, мы создали, это это союз, новый субъект хозяйства. На стадии регистрации и запятения оно еще не зарегистрировано. Мы только заявляли, что у нас есть новое техническое решение, приагентная камера. Написали все заявления, но здесь специалисты это все делают, патентно-поверенные. Это человек все с двумя высшими образованиями, юридическими и техническими, который создает новую формулу нового технического решения. Новую юридическую формулу нового технического решения. И вот таким образом мы можем создавать детский дом, детский сад, мы взяли крымский, а можем взять с Владивостока или с Мурманского. Нам какая разница? Где у нас? Да? Это новые связи, это новые межрегиональные связи. Это производственник, просто частный техник. Это международный производственник. А это ритейлер. Отвесы разные, разные. Новая связь, не шоколевая новая связь, не шоколевая новая связь, не шоколевая новая связь. Все новое. Нет, отсутствует противодействие в бизнесе, понимаете? Вот тот бизнес, который у нас на сегодняшний день есть, это европейские модели. Они для гражданского общества, у них есть противодействие. Они полностью регулируемые третьими линцами. А здесь мы создаем свои правила. Свои правила. Изучайте. По поводу противодействия, я все-таки не понял, кто будет с госорганами разбираться. В существующем. Хорошо, противодействия внутри нашего нету. А мы наработаем на территории какого-то государства. С ним по-любому надо будет регистрировать патенты. Правильно? Мы говорим про Российскую Федерацию. Мы сейчас говорим про Российскую Федерацию. Кто будет вот, то есть должен быть некий орган внутри нашего сообщества или как бы функция, которую ответственное лицо будет выполнять. Инициатор. Инициатор, не важно кто. Он заиноконтирует, просто получится. То есть ты сейчас говоришь о том, что противостояния не будет во время, после того, как мы договорились. Но оно не то, что противостояние, а неизбежный контакт с государством и последствий получения некого профита, налогооблагаемого органа. Ну, я не знаю, Китай там произведет, или Александр Базоводин, или я с детьми там сделаю эти устройства. Они появятся. Они появятся в продаже. Кто там, например, у нас? Нет. Вот, смотрите, они у нас появятся в продаже. Там будет, мы продадим по опытовой семье, она продадит по розничной. У нас там две трибыли, она свою налог заплатит. Мы должны будем платить. Правильно? У нас возникают налоговые отношения. Нет, у нас налоговые, я не могу здесь полностью сказать, это что-то, потому что она очень объемная. У нас не будет с вами никаких налоговых обязательств. У нас между кем и кем. Сейчас мы уже более-менее раз объединились. Да, между кем. Государство, пусть кто-то будет, я не знаю, отдельно. Бой шкаф. Я не понимаю, я не понимаю конкретного вопроса, что именно он спрашивает. Ну, поспать попозже, станете яснее. У нас не будет стоять налоговые вопросы, потому что мы постоянно находимся в развитии. То есть у нас постоянно происходит НИР или НИОК. Есть две такие две формы хозяйственные. НИР и НИОК. Научно-исследовательская работа и научно-исследовательская работа, где в каждом отчетном периоде возникает результат, который амортизируется. Понимаешь? Я помню, да, ранее мы обсуждали, я вспомнил, то есть правильно я понимаю, что мы наш налог на прибыль оплачиваем НИР. Научно-исследовательская работа, которая у нас никогда не прекращается. Но как они у нас не прекращаются, если у нас есть этап. Например, произвели устройство, у нас работа закончена. Следующий этап. Развитие этого устройства? В следующий этап. Ну это пропадает. Это на авторазитет. Совершенно верно. В таком случае. Он же апгрейд вечно постоянно. То есть это не будет облагательствовать? Если он развивается, он выходит в бюджет, он проявит на уши. Это не облагательствовать. Это может быть другая идея, совершенно верно. Но в этой же бухгалтерской модели отчетовательства, это не проблема. На самом деле нужно посмотреть в этой области, какая уже правда есть. Применительная практика существует на данный момент, а то я отталкиваюсь. Я, например, плаваю сейчас, в данный момент, не могу сказать точно. Ну, это возможно. Так вот мы тебе отвечаем. Если вы не знаете, так мы вам и рассказываем. Не, мне интересно именно, что как в судах это, как в налогах это трактуется. Например, письмо из налоговой какой-то. Как она, ну, пояснительная записочка. Как распределять нам затраты на НИР, куда это можно гасить и так далее. Я думаю, что, может быть, это тоже есть. Может, я лично не знаю, но, в принципе, это может и есть. Вот. Но здесь инициаторы всего этого процесса или автор, или в паре автор с предпринимателем. Вот он, например, автор. У него несколько один. А вот ты принимаешь. Вот. Он придумал, а я продвигаю товары. Да. Но ты продвигаешь правильным образом. Не так они 20 лет продвигали, потому что у нас науки и не было. А это определенным образом. У тебя должна быть общая бухгалтерия, общая система бухгалтерии. Не вмененка, не упрощенка. Потому что все эти вмененки и упрощенки – это военные инструменты экономического фронта против России. Потому что это западные модели. Они тебя, вроде бы, процесс-то упрощает, но с другой стороны они тебе не будут развиваться. Ты на упрощенке, на немке, не можешь пить НИР. Можно все виталии общей бухгалтерии, да? Когда у тебя общее, ты открываешь, ты директор, пишешь приказ об открытии НИР. Называешь название НИР. Камера. Приобедная камера. И с этого момента у тебя в бухгалтерии возникает статья затрат всего. Всего. Девять кредитов. Все полностью. Ты можешь туда записывать, понимаешь? Ты пригласил друзей по камере, по своей. У тебя исследование. Содержание этих друзей, этих специалистов. Командировочные, бензин, продукты ты живешь. Квартиру ты платишь, понимаешь? И у тебя происходит что-то накопление происходит. Пошел в магазин, отдал деньги за хлеб. Деньги отдал, хлеб получил, сколько отдал, записал. Понимаешь? Обычно предприниматели этого не делают. Он отдал деньги, получил хлеб, все они в расчете. А этот записал. То есть, сколько он записал, сколько он накопил. Происходит капиталообразование, капитализация. Монетизация последующая. Капиталообложение. Капитало, ну да. Накопление, накопление. Ну, я как вижу, идет, наверное, накопление бумажек. Это расходы. Идет накопление бумажек и геморроя по поводу расслеживания этих операций. Это расходы. А дальше называется. Затраты. 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 И у вас приобретает... Федерическая бухгалтерия приобретает стоимость. Понимаете? Вот, сколько вы потратили за год, столько вы приобрели. Парадокс. Для обычного предпринимателя это парадокс. Сколько вы потратили, столько вы приобрели. Это называется инвестиции в себя. Совершенно верно. Как не приобретели? Каким образом? Вот я потратил, у меня скокнилась эта бумага. С моими затратами. Государство тебя принимает к учету все твои затраты. Принимает к учету каким образом? То есть она у меня по налогообложению, что ли? Она мне что, каким? Как организм. У тебя бухгалтер. У тебя бухгалтер. Саша. Хорошо. Саша. Задал вопрос. У тебя есть бухгалтер. Бухгалтер-специалист. А если ты что-то не понимаешь, ты можешь у него спросить на тебя. Не всегда бухгалтер-специалист. Она карту, квартал, отчитывает. Бухгалтер-специалист. Ну не всегда, скажем так. Надо брать специалиста, бухгалтера. Это тоже немножко проблема. Каждый квартал, если даже не отчитывается, то раз в год отчитывается. Хорошо. Давай скопилась бумага. Вот я записал, хлеба купил тут на 36 копеек, 17 копеек. 8 копеек, 8 копеек. Вот у меня вот это вот все. То есть я еще полжизненное потратил в прописывание. Ну вот оно есть. Вот на. Что мне с этим идет? Бухгалтер. Государственная бухгалтер. На. Бухгалтер. За этот год мы, у нас расходы, затраты, затраты нашего бизнеса в полмиллиона рублей. Полмиллиона рублей. За год. Принимают учет. Он принимает учет. Смотри, там какой-то хлеб, там посмотри, понимаете. Абсолютно. Что за хлеб? Хлеб. Вот затраты. Этим хлебом мы кормили ее. Отлично. Не важно. Да слушай. Этим хлебом мы кормили ее. Молодец. Которая прописка. Где? Не важно. В Адыгее. В Адыгее. А она в Крыму. Что она здесь делает? Работает. Работает. Совершенно верно. Что она? Как она охранена? Экспедиция или командировочная? Понимаешь? Вот. Командировочная, значит, это полторы тысячи рублей в сутки. Ты будешь получать или расписываться за это. То есть ты должна брать по бухгалтерии. Или расписываться с ШДМ. Она может эти деньги не наличными получать, а благами. К бумажке. К бумажке. Возвращаемся. К бумажке. А что? Он принял к учету и все. Принял. И он говорит, ха, это что такое вы мне принесли? Нет. Это ваши затраты, это ваше личное дело. До свидания. Все это. Спасибо, до свидания. С вас налог какой-то, это не принимается налог. Саша, давай мы с тобой договоримся. Нет, я тебе реальную ситуацию сейчас расскажу. Давай мы с тобой договоримся. Хоть ты не являешься специалистом налоговым, ты, пожалуйста. Не являешься. Вот, ты, пожалуйста, и не переигрывай роль эту. Не, ни фига. Не в том, ни фига. Нам надо это все сразу изъяснить. Потому что если это все, вот как я говорю, то можно расходиться. Понимаешь? И, грубо говоря, ля-ля, тропа-ля. Дальше. Пока до тех пор, пока не прокачаемся мы, да, каждый вот, ну, конкретно, не принесем здесь документ, где будет написано там, судебная практика, конкретного человека приведем, который документы нам предоставит. После чего можно дальше развивать тему. Правильно я говорю? Иначе мы сейчас вот это все интересно, конечно, поиграли. Там, даже что-то, ну, оформим реально. И в итоге мы бьемся вот туда. То есть монетизации нет. Вот как ты говоришь, она не сработает. А мне хотелось бы, чтобы сработало. Вот при каких условиях она сработает? Я вам об этом рассказываю. Когда кого украшаешь, то по мере веры получаешь пользу. Кто с малой верой приходит получать малую пользу. Кто селикий великой. Поэтому ты не задаешь вопрос, я тебе на него отвечаю. Налоговый. Инспектор. Налоговый не принимал. Принял к учету. Принял к учету. По сути, к учету я могу принять. Вот. Ну, нам могут все равно вложить. При какой-нибудь комбинации проверки. Ребята, давайте перешагнем вот этот порог. Он принял к учету. У меня бухгалтер сделал документы, все правильным образом. Хорошо. На основе какого закона это принимается? То есть, есть закон о проведении мир, как я понимаю. Да. Есть бухгалтерское положение. ПГУ 14. Вот. ПГУ 17. Вот так вот уже где-то. Кто не знает ПГУ 14? Что-что-что? Как называется? Это система такая? ПГУ. ПГУ. Я вот могу как со стороны человека некоторые комментарии сказать. Могу? Нет. Я вижу Саша. Саша? Саша. 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 Саша, у него на практике какие-то вопросы присутствовали, поэтому он как рьяно вот прямо вот облевает. Яганька подливаю. Да. Но у него есть такая фишка, что есть и у меня. Я прямо четко вижу, что он задает вопрос, но не слышит ответ. Я prices задают вопросы к ним. Я все слышу. То есть, я убедила то, что, мы говорили о том, что оформленные документы правильно. То есть, они не могут быть не приняты к учету. То есть, прежде чем что-то отдавать налоговое, мы уже заранее думаем о том, ага, приедет к нам вот человек оттуда, да. Мы уже оформляем на этом вот так, документы правильно, да, то, что она собирается приехать, и правильно нужно это оформить. То есть нужно обращаться к специалистам, которые знают оформить документы, что этот человек не просто поел, или я его со своей кормушкой угостила, там, хлеб, да, соль, там, все дела, там, чайок, там, вот, а то, что это все вот, ну, вот человек, вот, пожалуйста, это, это потрачено, да, то есть, ну. Да нет, мы все взрослые люди, все, как бы, ответственные, и поэтому, то, что мы говорим, оно так и есть. То есть, я так понимаю, что здесь вот вопрос у него стоял такой, как сделать так, чтобы вот этот хлеб да соль эти были задокументированы. Он не сталкивался с этим. Не, да. Он с этим вопросом не сталкивался. Я, я просто, подожди, вот в контексте у нас что, речь о том, что это монетизация. И это, точнее, не монетизация, а накопление. Капитализация. Монетизация в следующий этап. Вот мне это самое интересное, вот как это происходит. Я думаю, и все здесь присутствующие, как вот мы из этого накопления, ну, отдали мы, хорошо. То есть нам эти затраты принимают к чему, к учету чего, к того, что мы потратили это на НИР, то есть мы вот через это ПБУ-14. ПБУ-14, ПБУ-17, ПБУ-1, ПБУ-17, это просто на НИР, ну, на определенный счет бухгалтерии, да, я понимаю. Таким образом, ну, легитимизируем эти затраты, именно как проведенные нами. А это второй вопрос, как там, НИР не примет или не примет, это ладно. Они не считают, что она приняла. Они не могут его не принять, конечно, это законодательно все, братец, здесь нет никаких фантазий. Они не могут это не принять, они просто принят, они не спорят. Допустите, чем? Окей, допустите. То есть Линдова, правильно оформлено. Следующий шаг. Вот, монетизация. То есть мы этим НИРом, как бы, сокращаем свои налоговые выплаты, правильно? Совершенно верно. И таким образом монетизируем. Монетизация, капитализация, огромное количество, много инструментов. Для того, чтобы монетизировать, надо сначала капитализировать что-то. Капитал должен быть, чтобы монетизировать. Чтобы монетизировать, должен быть капитал. А капитал надо создать, накопить. В нашем случае происходит накопление, затратная часть на НИР. Вот, НИР, мы открываем НИР. Сегодня что-то придумали, вот, собрались и открываем НИР. Открываем НИР, там, не знаю там, электрическую электростанцию. На воде. На воде, вот. И у нас, этот этап, временной этап, НИР, должен выражен быть в результате. Это должна быть какая-то научная работа. Или отсутствие результата, тоже, кстати, результата. Но это официально, официально должно все быть. То есть НИР был проведен, но результатов не дал, да? Нет, результаты отрицательные. Наушно-исследовательская работа была проведена, а результаты такие. Вот, результаты со мной есть. Ракета взорвалась на старте, в общем. Совершенно верно. И запускать вверх. Мы же не на это рассчитываем. Мы рассчитываем на то, что надо ее запустить. Нам не нужна ракета на старте взорвать. Взорвучитая. Да, ну реально. Нам надо ее запустить. Ну давай. У меня просто пришла мысль по поводу, был вопрос, как вложения, как вот эти вот затраты, каким образом они повлияют на то, что это, ну, потом монетизация выйдет или что-то. Мы накопим. Вот мы сегодня с тобой… Как вот вы говорили фразу, почему затраты, которые делаются, они… Это не затраты. А как это? Это накопление. Не расходы, а затраты. Капитализация. А наоборот, что это… Есть расходы. Вот в нашем понимании, вот мы живем, мы расходуем. Вот мы расходуем. А это… А правильно называется затраты. Когда затраты, значит они накапливаются в бухгалтерии. В общем, мне на эту тему недавно пришла статья. Мы с Кириллом их недавно читали. И мы как-то ходили гуляли в дворечки просто вышли. И статья как раз была про бизнес. Очень интересный. Я тебе сочетала слух эту статью, про сходили гуляли. Очень интересная. Бизнес необычный, но там суть была не про профессию, а про подход к бизнесу. В общем, расскажу. Там очень большая статья. Ну, в общем, эта девушка, у нее бизнес – проституция. Она себя продвигала как вип-экспорт. Но суть не в этом. Как и чем она занималась. В общем, я могу рассказать, ее там некоторые были подходы. Что она делала. Она сначала попала в Нью-Йорк. Она уехала. И, в общем, она была умная девочка, начитанный. И она психолог от рождения. То, что она давно рассуждала в интервью. У нее очень интересный тем. В общем, она поняла, что она будет складываться в себя. Это как инвестиции в себя. Она, во-первых, там покупала дорогую одежду, дорогое белье, затраты на маникюр, на прическу. Потом она нашла сайт, на который обращались самые дорогие клиенты. Она платила ему 4 тысячи долларов в месяц. Еще она платила 500 долларов за то, чтобы ее рейтинг был на первой строке. Она исходила из расхода. Она как-то прочитала или кто-то и сказала, бизнесмен какой-то, что 80-20, что 80% дохода приносит 20% клиентов. То есть она не мелочилась на каких-то людей, которые, ай, привет, что ты там сегодня делаешь. Нет, она за 2-3 дня готовилась к встрече. То есть у нее было все очень четко продумано. А она понимала, что она делает инвестиции в себя. И то, чем она там занималась, она знала свою цену. Во-первых, она не мелочилась. Она назвала себя Анной и Анжелиной из тех соображений, что она проанализировала, что мужчины, которые в Америке, они предусудительно как-то относятся к девушкам разных национальностей. И поэтому были такие какие-то средние имена, которые не будут никаких ассоциаций вызывать. То есть вот в этот вопрос она, допустим, продумала про то, что… В итоге. В итоге вот подход к ее бизнесу она вложила в себя, она держала свою марку, она не опускала свой ценник за себя, потому что она ценила себе очень дорого. Она брала очень много за 900 долларов за день и 5 тысяч долларов за ночь. И ее покупали. То есть она как продукт, она… Это говорит о том, что… То есть она эти деньги вроде бы потратила, и те люди, которые по меньшинствам зарабатывают такие же, как она, или вообще там за копейки какие-то, они не понимали вот этого главного момента. То, что те деньги, которые она потратила, она слегка и потом это все вернулось. Здесь есть такая притча, можно привести к притчу в аналогии в Турции. Есть город Аланье. У города Аланье… В Аланье раньше была крепость. Жил Султан. Эти крепости были подлинные. И крепость стояла высоко-высоко над морем, на скале. И… А Султан однажды… Люди, которые нарушают, он их казнил… Однажды он предложил помиловать людей. Возьмите камушек. Если ваш камушек попадет в море, то я вас помилую, чтобы бросить со стены. И люди брали маленький камушек. Думали, что маленький… Так принято. Вот. Маленький дальше кинул. Никто не взял больше и больше камень, чтобы его инерция, гравитация спасла большую ответственность. Другие, меньшие… Для них… Маленькие камушки, для них… Думали дальше… Да, это… Не понял, чем там лоу-хау, но… Я понял, что речь идет о соотратах. Инвестиции в себя. Твои затраты на то, что ты делаешь… Поступай не традиционно. Поступай не традиционно. Поступай в основе для клиентов. Нет. Здесь смысл в том, что вот мы делаем затраты на то, что мы пригласили людей, чтобы они исследовали. Для чего это так? То есть это не просто так. Мы исследуем, что наш вот аппарат, да и, господи, препарат, неважно что, который мы собираемся запустить в мир, а действительно ли он так хорош, как нам кажется. Может это какая-то безумная идея, но нам нужна дополнительная помощь в виде ученых, да там, все такого, заключение. То есть это все затраты. Они могут себя не ограничивать в этом. Понимаешь? Когда ты предприниматель, считаешь каждую копейку в своем обороте. Почему? Потому что, если ты пошел, что-нибудь у тебя сломалось, колесом в машине. Ты пошел, отдал деньги. И тебе надо меньше, ты потому что экономишь. А у них, у них это все в мире. А что такое фишка? Я предлагаю играть. Потому что мы сейчас уйдем в дискуссии, что мы или играем или... А это разве не играть? А это мы сейчас уже играем? А это мы сейчас уже играем? А я что-то не понял, надо как-то что-то... Ну как-то... Ну как-то ну... Как? Что-то дать? Что-то... Бумажку дали.